В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Открывать ли город? Как губернатор области относится к режиму ЗАТО? Цой жив! На набережной в парке прошел концерт в памяти лидера группы кино. 13 августа в России отметили День физкультурника. Саров присоединился к спортивному празднику. Далее расскажем обо всем подробно. Открывать Саров нецелесообразно, особенно в нынешней непростой ситуации, считает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Своим мнением о дальнейшей судьбе закрытого города он поделился в интервью одного из телеграм-каналов. Если провести соцопрос среди местных жителей, то 90% будет против такого шага, утверждает глава региона. Мы также провели опрос, чтобы узнать, как саровчане относятся к перспективе жизни с открытыми городскими границами. Я против. Я выросла в закрытом городе, родилась в закрытом городе. Мне нравится, что город закрыт. И, в общем-то, посторонние люди у нас в Польше-то не приезжают в основном. Я думаю, что нет. Почему? Во-первых, не та обстановка. Во-вторых, чтобы его открыть, нужно дополнительную защиту наших предприятий. Как-то здесь так спокойно мы живем. Я не знаю, что будет, если город откроют. Мне кажется, здесь много очень народа из деревень сюда поедут. Все-таки здесь и работа, и устроиться как-то можно. И думаю, что коренным местным жителям Сарова это понравится. Я думаю, что нет. Почему? Ну, я здесь давно живу. Мне так нравится, что город закрытый. Тем более здесь много наоборонных предприятиях. Я думаю, что это будет лишнее. Я-то открыла бы. Ну, дети почему-то говорят, не надо. А так, какая разница? Вот я в Нижний часто езжу. По Москве ходил, никто у меня нет там. Так что... Несмотря на закрытость города, стоит рассмотреть вопрос упрощения въезда для туристов и паломников, поскольку за последние годы Саровский монастырь преобразился, стал туристической гордостью региона, считает Никитин. Еще в 17-м году прямо через этот монастырь проходила дорога. Я, как сейчас помню, я переехал первый, прям основная магистраль города. Сейчас он полностью замкнут, восстановлены святыни, восстановлены храмы. И, конечно, это туристическая гордость региона. И хотелось бы, чтобы доступ к ней был несколько упрощен. Но это, опять-таки, вопрос серьезной очень проработки. И такого рода решения ни в коем случае не должны привести к снижению уровня защищенности и безопасности объектов центра. Кроме того, Глеб Никитин отметил, что Саровский ядерный центр также занимается выпуском гражданской продукции. В частности, предприятие разрабатывает программное обеспечение в области автоматического корректирования продукции. Этот продукт уже активно закупается и используется по всей России. 14 августа у православных верующих начался Успенский пост – один из четырех многодневных постов церковного года. Его установили в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Пост продлится до 27 августа. По церковному преданию Дева Мария всю земную жизнь соблюдала строгую умеренность в еде, а за три дня до своего Успения совсем отказалась от пищи и пила лишь воду, посвящая все свое время молитве. Поэтому своим воздержанием во время Успенского поста верующие подражают самой Богородице. Для православных Успенский пост – это две недели духовной и телесной подготовки к празднику Успения Пресвятой Богородицы. Успенский пост – это один из древнейших постов церкви. О нем упоминание есть чуть ли не с IV века, то есть с начала первых столетий христианства, христианской церкви. Официально и окончательно утвердился в XII веке. И этот пост, конечно, связан с памятью Божьей Матери, потому что заканчивается праздником, двенадцатым праздником Успения Божьей Матери. Успения – это как бы смерть, но это все-таки торжественное событие, потому что она перешла туда, в тот мир, где Господь. Успенский пост по строгости сопоставим с Вильгим постом, а по длительности он составляет две недели. В эти дни верующие исключают из своего рациона мясо, рыбу, морские деликатесы, яйца и молочные продукты. Послабление в трапезе допускается только в праздник Преображения Господня, или, как его называют в народе, Яблочный Спас. В этот день на праздничный стол можно поставить рыбу. Каждый из многодневных постов для верующих – это время напряженной духовной работы и сосредоточенности на внутреннем. Любой пост, он преследует одну духовную цель – очищение человека, внутренняя собранность человека, духовная собранность. Пост телесный, он только нам в помощь, потому что помогает обуздать наши страсти, наши греховные привычки, наши греховные какие-то деяния. Если в этом посту удастся исповедоваться, причаститься и сделать добрые дела, это будет замечательное время проведения поста. Успенский пост приходится на самый разгар лета. Для многих воздерживаться в это время бывает сложно. Если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем или обстоятельства жизни, которые не позволяют соблюдать пост в полной мере, то лучше обсудите этот вопрос со священником. В России ожидают рекордный урожай зерновых – 145 миллионов тонн, из которых 95 миллионов пшеница. Такой прогноз представил директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Среди возможных рисков для урожая он назвал позднюю упорку, которая может произойти из-за ухудшения погоды в регионах Центральной России и Поволжья. Другая важная информация в подборке – коротких новостей. На этой рабочей неделе в регионе жарко. Температура воздуха будет достигать плюс 25 градусов днем. Солнечную погоду постепенно сменит пасмурное. В пятницу и субботу возможен небольшой дождь. Как сообщают синоптики, в регионе устойчиво держится летнее тепло и говорить о приближении осени пока рано. Медик клинической больницы номер 50 Дмитрий Чумаков погиб в ходе спецоперации на Украине 5 июля. Коллеги и знакомые вспоминают его как честного, доброго человека и ответственного медработника. Дмитрий Чумаков получил образование в Саровском медицинском колледже ФМБА России. После он работал в КБ номер 50 сначала в качестве медбрата в реанимации, затем перевелся в первичное сосудистое отделение. Прощание с погибшим медиком прошло 14 августа. Масочный режим возвращается в медицинские учреждения Нижегородской области с 15 августа. Маски должны будут носить и медики, и пациенты. Об этом сообщил в своем телеграм-канале замгубернатора министра здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. Растет заболеваемость, и так как в медицинские организации приходят пациенты с разными заболеваниями, чтобы не подвергать друг друга дополнительному риску, временно возвращаем рекомендацию носить маски, пояснил чиновник. Также усилим контроль за медицинскими организациями на предмет наличия санитайзеров и раздельного входа для температурящих пациентов. Напомним, в клинической больнице 50 масочный режим также продолжает действовать. 15 августа – День памяти Виктора Цоя. В 1990 году автокатастрофа оборвала жизнь лидера группы кино, но память о нем живет и сегодня. В канун памятного дня в парке имени Зернова прошел концерт с участием саровских исполнителей и приглашенных гостей из Москвы, на котором прозвучали песни из репертуара Виктора Цоя. Звезда по имени Солнце, группа Крови, Кукушка, Видели ночь. Эти песни группы кино знакомы практически каждому в 80-х. Их напевала вся страна. 15 августа 1990 года жизнь лидера группы Виктора Цоя оборвалась в автокатастрофе. Но и спустя 32 года интерес к творческому наследию музыкантов не ослабевает. Цой жив – это уже не просто крылатая фраза. Это больше слова, песен. Они вроде как бы простые, но при этом зацепляют очень сильно. И мне довольно-таки больше слова в песнях нравятся. Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать. Вроде бы слова как слова, но когда начинаешь вдумываться глубоко, то у тебя сразу меняется мировоззрение. Музыканты группы «Последний герой» приехали в Саров, чтобы выступить вместе с местными исполнителями на концерте памяти Виктора Цоя. Как рассказал Решат Аргашев, их коллектив много гастролирует по всей стране, выступая с песнями группы кино. И интерес к хитам 80-х не падает. На концерты приходят не только те, кто застал Цоя живым. Не меньшую любовь и почтение к нему питают и молодые люди. В Сарове также. На набережный парк Озерново пришли и люди в возрасте, и молодежь. Хотя Цоя и не застал, но это для меня музыка моего детства, потому что, когда ездил в дальние поездки с родителями, всегда играл группы кино. И это такой момент для меня понастальгировать. В наше детство на этих песнях все прошло. Тренировки футбола под эту песню, под эту группу проходили. То есть наши наставники старшие, они очень уважали эти песни, выросли на нас. Мы сейчас передаем эту любовь своим детям. Я думаю, что это должно быть понятная песня, хорошая, со смыслом. Родители слушают. И я тоже с раннего детства, лет с восьми, наверное, когда впервые услышал его песни, они меня сразу зацепили. Вот как-то сам начал его потихонечку слушать. Группу кино, а не Цоя. Мне больше так нравится говорить, потому что авторы были многие, если не только Цой. Это какое-то просто душевное чувство. Слова в песне, они настолько просты и понятны, но в них вложен очень глубокий смысл, который раскрывается постепенно, с годами. Творчество группы кино наложило огромный отпечаток на многих музыкантов. Практически все, кто учится играть на гитаре, начинают с песен Цоя. Музыка кино как раз тот случай, когда достаточно сильного желания и элементарной усидчивости, чтобы освоить гитару на минимальном уровне. А многие под влиянием Виктора Цоя приходят в рок-музыку, как, например, музыканты Саровской группы «Осколки реальности». Для меня Цой – сложный вопрос. Он просто есть его, не отняться. Мне кажется, часть жизни каждого человека – настолько культовая личность, что он частичку себя составляет в каждом. В этом году Виктору Цоя могло бы исполниться 60. За 28 лет жизни ему удалось достичь того, чего многим и не снилось. Рок-музыкантов в СССР было много, но так получилось, что советский рок практически всегда ассоциируется с Виктором Цоем. Лаконичный, но имеющий глубокий смысл, понятный и запоминающийся. Его композиции кажутся вечными. Ему удалось попасть в нерв поколения. Не зря Виктора Цоя называют последним героем ушедшей эпохи. В Сарове отметили День физкультурника. Впервые в городе провели чемпионат области по авиамодельному спорту. Кроме того, все желающие встретились с ветеранами футбола, участниками команды Черноморец. Также в этот день прошли соревнования по воркауту, фестиваль ГТО, мастер-классы по скандинавской ходьбе и шашкам. Апофеозом праздника стал фестиваль РДС. День физкультурника – это праздник не только тренеров и преподавателей физической культуры. У любителей активного образа жизни также есть повод для того, чтобы провести день в движении и отметить праздник по-спортивному. На стадионе ИКАР прошел Большой городской день физкультурника, на котором собрались команды от организаций, а также все желающие саровчане. Мероприятие открыло торжественное шествие спортсменов, участников соревнований. Также на открытии праздника за активное участие в спортивной жизни города благодарственными письмами наградили работников предприятия. А для поднятия боевого духа гостям представили зрелищный номер по фланкировке казачьей шашкой. Это праздник тех, кто ведет себя правильно, кто хочет насыщенную яркую жизнь, сохранить свое здоровье. В Сарове огромные спортивные традиции. Наши тренера воспитали большое количество чемпионов. И сейчас в честь нашего города предоставляют очень большое число соревнований, и они представляют его достойно. И это число растет. И мы этому рады. Мы понимаем, что спорт в Сарове – это главное. Спортивный праздник проходил сразу на нескольких площадках. На одной из них юноши испытывали свои силы на последнем отборочном этапе турнира «Атомный воркаут». Помимо классических подтягиваний, отжиманий на брусьях и силового двоеборья, любители спорта участвовали в спортивных конкурсах на призы атомного воркаута. В другой части стадиона участники Дня физкультурника сдавали нормы ГТО. А на футбольном поле в это время проходили традиционные ежегодные соревнования сотрудников НИЭФ, РДС – резвый, дерзкий, спортивный. Здесь представлены почти все подразделения НИЭФа. Очень много крупных, все подразделения представлены. И, конечно же, в этой общей борьбе рождается дружба, как бы странно это ни звучало. Потому что именно командная борьба, именно интересные конкурсы несложные. Здесь нет ограничений по возрасту, нет ограничений по каким-то таким физическим показаниям. То есть не надо быть спортсменом, спортсменом. Как видите, шел шуточный достаточно конкурс, веселый, необычный, интересный. На площадке 14 команд соревновались в семи конкурсах. Лошадиная бега, большой мяч, веселая гусеница, запуск РДС, пирамида, акробат и футбол. Забавные задания не оставили равнодушными участников спортивного праздника. Впечатление очень классное. Мы прошли только половину из испытаний. У нас был бег на лошадях, якобы лошадях, также у нас была гусеница, и мы перекидывали большой мяч. Фунтики из подразделений ТМФ участвовали в соревнованиях впервые. Успехи в конкурсах добавляли фунтикам, азарта и желание победить. Благодаря слаженной работе команда на каждом этапе показывала высокие результаты. Давно уже не собиралась, потому что летом все-таки сложно собрать людей, но сегодня наконец-то мы в полном составе участвуем, заряжу нас в отличные результаты. Мы готовы побеждать. ТМФ! По итогам РДС призеров наградили дипломами и призами. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова